Добрый день, дорогие друзья! В прошлом нашем ролике, когда мы говорили о доступах к информации, мы остановились на важности мозга, именно нашей мозговой деятельности и его определенных участков. Но мы не поговорили, что и как. Сегодня я предлагаю зайти еще с одной стороны, подойти и осознать те моменты, на которые мы в жизни не обращали внимания. Ну вот, например, практически во всех религиях есть что-то, монахи, монашки, неважно, там, мусульманские, буддистские, православные, или это наука Каббала, или, 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 да. Практически у всех есть, что человек должен встать рано утром, как правило, это в 3, в 4 или в 5 утра, да, и начать совершать какие-то молельные действия. То есть еще до восхода солнца человек встает и молится. И гуру, как правило, объясняют, если задать вопрос, а зачем же так рано нам вставать, зачем же нам куда-то мчаться и где-то там что-то изучать, какую-то науку непонятную, именно это надо делать вот в такие предрассветные часы. Вот. И вам стандартно гуру ответить, что мы едем и учимся для того, чтобы быть умными, а знания какие-то освоить, вот, и для того, чтобы Бог нас услышал, потому что в это время пространство свободно от мыслей, они не летают, да, люди спят, соответственно, не думают, и значит, пространство свободно, и именно вашу мысль, если вы будете в это время молиться, Бог услышит, и именно вам Он даст знания. Это стандартное такое объяснение, которое я встречала практически во всех практиках, через которые я проходила, благо проходила я через бесконечное количество религий и сект, поэтому везде это было. И меня все время интересовал вопрос, почему вот мне надо ночью встать, да, чтобы делать какую-то практику. Никто толком, на самом деле, объяснений не давал. И вот в мои руки попала интересная книга, ее написал Рик Страсман, она называется «ДМТ. Молекула духа». Можете почитать в основе этой книги исследования американских ученых, которые изучали, каким образом в нашем теле продуцируется ДМТ, и каким образом именно эта молекула, где и как она обеспечивает связь нам, по сути дела, с Богом. Ну, как истинные американцы, они пробовали вводить там эти составы внутривенные и так далее. И вот результаты этих всех экспериментов над людьми, вы можете почитать, они неплохо описаны, можно эту литературу скачать в интернете. Так вот, становится очевидным, почему утро. Потому что утром в нашей крови химия тела такова, да, что у нас предрассветные часы, там, к 3-4 часам утра, у нас концентрируется максимальное количество гормона сна, гормона мелатонина. Мелатонин продуцируется нашим эпифизом в мозге. Кроме того, он продуцируется не только в мозге, он продуцируется и в других органах. Он относится к эндокринной системе и обеспечивает в связи и взаимодействии, и работу, настройку наших органов и систем по биологическим часам. То есть он обеспечивает нам установку ритма в день и ночь. Но это то, что знает наука. У мелатонина есть дополнительные функции, о которых наука еще очень много чего не знает, вплоть до того, по каким органам, в каких клетках конкретно он вырабатывается. Он же не только у нас в эпифизе вырабатывается. На эту тему можно углубляться. У врачей есть целое поле для исследований на самом деле. Но очень интересные исследования американцев, которые заметили, что при высокой концентрации мелатонина у человека, не у всех людей, при определенной провокации происходит выстрел. И у человека в определенной железе, ее назвали американцы пениальной, то есть древняя часть мозга, там вырабатывается гормон ДМТ, так называемая молекула духа. У нее период распада очень маленький, порядка 15 минут. И в это время, когда она вырабатывается, у человека, во-первых, синхронизируется, оздоравливается очень сильно тело, потому что в это время идет сонастройка органов и системы. Если, например, сбои первичные, гипотириоз был обеспечен, рассогласование функций гипофиза щитовидной железы, то вот эти вещи начинают устанавливаться. И анализы крови уже показывают, что гормоны Т3, Т4 приходят в норму, а ТЭК, ТГ, ТСН тоже приходят в норму и так далее. То есть связи восстанавливается, наша эндокринная система начинает работать нормально. Это же касается и других желез. Я только по щитовидке привела пример. Так вот, оказывается, что когда выбрасывается ДМТ в кровь, вот в эти предрассветные часы, у человека возникают экстатические состояния единения с Богом. Он уходит в яркий белый свет, у него поднимается энергия на очень высокочастотное состояние. Вот эти высокочастотные состояния человек долго держать не может. Максимальное время где-то порядка 15 минут, иначе потом клапана горят. И потом у человека идет опускание энергии, и дальше у человека идет структуризация, как в физическом теле, так и в сознании. У него приходят ответы из глубины, из его же глубины, подсознания его, приходят ответы на те вопросы, которые очень важны у человека в этой жизни. Когда он находит, почему он разводится, зачем ему та ситуация, когда он начинает видеть определенные причины, следственные связи между своими действиями, и как на это отразил реальность, окружающий мир и так далее. Вот эту опцию на самом деле очень неплохо заметили шаманы. Чисто из практических вещей, вот я вам выдала научную часть, вот эту опцию мозга заметили неплохо шаманы. И те же самые шаманы Перу, у которых мы тоже бывали в трех вариантах, в трех племенах, три разные варианта работы, они, например, используют в церемонии Айяваска, Айяваска, Айяхуаска. Кто как слышит, тот так и произносит. Что они делают? Они варят лиану, Айяваски, Айяхуаски, Айяваски, кто как произнесет, и добавляют, там пять суток варят, поют определенные ритуальные танцы, делают, и добавляют потом чакрону. И получается, что одно вещество служит выработке, вбросу в кровь через пищеварительный тракт ДМТ, который является провокатором, и заставляет вырабатывать собственный гипофиз ДМТ, собственную пениальную железу включиться в работу. А с другой стороны, второе растение, оно обеспечивает то, что идет полная остановка желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы вот это ДМТ не успело расщепиться, потому что даже подосины, которые содержат ДМТ, но оно у нас прекрасно переваривается в нашем пищеварительном тракте. То есть шаманы эту опцию нашу физиологическую по перевариванию пищи, они обошли как-то. Кроме того, делается целый магический ритуал, когда человек месяц готовится к этой церемонии, потом он проживает это все на себе, и потом у него инсайты идут еще несколько лет, и реально вот с помощью таких вот вещей, в Перу, например, есть центры, которые лечат наркотическую зависимость, алкогольную зависимость, реально помогают онкобольным и так далее. Но видите, здесь шаман никаких гарантий человеку никогда не даст. То есть вот ты приедешь, я тебя вылечу, как мы привыкли, мы пришли к врачу тебя вылечить. Да нифига подобного. Если ты хочешь жить, ты останешься жить. Но для этого у тебя в мозгах должен прийти порядок, навестись какая-то, выстроится система, понимание, осознавание, ты должен начать двигаться вперед, ты должен хотеть жить и так далее. Но это все в тебе. А шаман всего лишь как зеркало покажет, что там у тебя где-то маячит, которое ведет к вот этим проблемам, которые в твоей жизни проявились такими-то полезными, какие там основы психосоматики. Вот и все. То есть на самом деле переложить на шамана ответственность, что, блин, я туда поехал и не выздоровел, ни в коем случае нельзя, потому что изначально ты туда едешь, потому что ты хочешь жить. Если ты не хочешь жить, то чего туда переться? А ты уже совершаешь действия, платишь деньги, перелеты недешевые и так далее. То есть человек, когда уже попадает в эти условия, у него есть момент, когда он начинает двигаться. И вот смотрите, получается, что вот эти моменты, когда у человека выстреливает ДНТ, человек испытывает неотделенность от Бога, у него происходит озарение за озарением. И эти озарения за озарением, они дают ему ответы на самые глубинные его вопросы. То есть по сути дела у человека есть прямой коннект с энергоинформационным полем. Вот оказывается, вся вот эта химия тела, она может быть у вас и дома, не надо ехать к шаману, все прекрасно может сработать, точно так же запустится этот механизм, выстрелить, и все точно так же сработает. На самом деле, даже есть хорошие книги, которые описывают эти состояния, как это случайно случилось. Потому что это определенные физиологические процессы в нашем физическом теле. Не надо их мистифицировать. Не надо отвергать тело за ненадобностью, что оно такое бренное, или рождено в грехе, или еще в чем-то, потому что оно реально работает, это единственное, что у нас есть проявленное в жизни. И через это тело мы можем достигать определенных моментов единения с Богом. Хотя на самом деле, нас от Бога никто не отделял. Это энергия, энергоинформационный поток через нас идут постоянно, но они великолепно дешифруются, и отключается программа ума на очень высокочастотных состояниях. И таким образом получается, что чем выше состояние мы способны держать в этой жизни, тем больше доступ наш к информации. И все это находится в нас. И самое главное, что доступ к информации нам открывается в те моменты, когда эта информация нам действительно нужна. Для того, чтобы, например, совершить, сделать какое-то изобретение, открыть надо этим жить. Надо максимально углубиться в изучении темы. Надо стать профессионалом в этой теме. Когда вы засыпаетесь с этими мыслями, просыпаетесь с этими мыслями. Ведь таблицу Менделеева смог приснить только Менделеев. Понимаете? Потому что он очень много лет был в этой теме, потому что он изучал, потому что он жил этим. Точно так же Тесла, точно так же любые открытия, которые вы не возьмете, сперва человек углубляется. Углубляется, живет этим, становится профессионалом в этом. И только потом, да, плюс он в определенных состояниях благостей находится. И когда происходит вот этот симбиоз, у вас каратит, и вы получаете доступ, откровение, озарение и так далее. И каратит людей достаточно часто, когда они действительно находятся в высокочастотных состояниях. Когда эти состояния низкочастотные, доступ к информации перекрывается. И вот тогда с обратной стороны, теперь зная вот все вот это, химические процессы, то, что у нас идет, вот скажите, пожалуйста, битва экстрасенсов сама по себе может существовать? В каких состояниях люди могут биться и конкурировать? Состояние конкуренции, даже если вот ее взять, его взять как доминантное. Скажите, это состояние из любви, из радости, из благости, из каких-то высокочастотных, эйфорийных состояний? Как могут проявлять способности люди, которые конкретно бьются за деньги, за славу, за гонорары, где это все находится? Поэтому, господа, я всегда предлагаю думать, когда мы беремся за какую-то тему, когда мы начинаем углубляться в какую-то тему, нельзя смотреть однозначно и гадать, правда это или ложь, вымысел, или еще что-то, верить или не верить. Надо углубиться, надо углубиться и зайти с разных сторон для того, чтобы посмотреть и увидеть, да все-таки, где искать? И первое, с чего имеет смысл начинать, это с нашего физического тела, потому что только оно проявлено в нашем мире, и тело должно быть готово, готово должно быть держать эти частоты, держать эти потоки, держать эту информацию, а это все результаты тренировок, господа, как ни крути, мы придем опять-таки к тренировкам, и натренировать можно все, что угодно, здесь важна устойчивая психика, и так далее, и так далее, и все предыдущие ролики, что я говорила до этого, они тоже важны, нельзя отрывать одно от другого, даже когда самолет терпит крушение, нету одной причины, приведшей к крушению, как правило, минимум 10 факторов приводят его к крушению. Пока остановлюсь, думаем, с вами была я, Наталья Зайцева, до новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова